Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан ищет Чинара в парке, к ней приходит Баран, и они вместе начинают поиски. Берфин покидает дамский дом Айхан, словно убегая, не оглядываясь. В любом случае, пока Акиф надеется увидеть его в следующий раз, Баран звонит ему и сообщает, что Чинар исчез. Акиф в панике выходит из дома, чтобы помочь им. Дилан с одной стороны, Баран с другой, расспрашивает всех о Чинаре и звонит им. Мужчины, нанятые женщинами Хаджер, пытаются найти Чинара. Когда Чинар не хочет садиться в машину, они начинают злиться. В этот момент он пользуется их отвлечением и убегает. Когда Чинар в страхе возвращается в парк и не может найти Дилана, ему приходится бежать и прятаться где-нибудь в другом месте, чтобы спастись от мужчин. Пока один из мужчин следует за Чинаром в парк и поворачивает назад, говоря, что его здесь нет, Дилан приходит в парк и проходит мимо мужчины и женщины. Они оба видят, в какой панике Дилан. Сказав, что Дилан сюда не вернулся, он вспоминает несчастный случай с Мираном и начинает плакать, говоря, «Я тоже не могу потерять тебя, пожалуйста, приди и посмотри, где ты». Джейда и госпожа Хаджер думают о том, как сейчас Дилан, и смеются над ним, говоря, что это вообще не проблема, через что мы его заставим. По просьбе Хаджера Джейда звонит Дилану, и Дилан думает о том, как он посмотрит на лица своих родителей. Когда Дилан ответил на звонок, Джейда сказал, «Я позвонил, чтобы спросить, что вы сделали, вы опоздали». Дилан сказал, «Чинар потерялся, мы ищем его повсюду, не волнуйтесь, мы найдем его». Кричит, «Конечно, ты его ныдишь, ты ныдишь его так же, как потерял, и говорит, что если ты его не ныдишь, я тебя уничтожу». Все в особняке собираются узнать об инциденте, и когда Тарик узнает, где он находится, и собирается уйти, Берфин и Кудретбей также идут с ним. Джейда притворяется больной и пугает Гэжу Азади, говоря Тарику, чтобы он нашел моего сына, пожалуйста, найдите его. Баран и Акиф получают помощь от своих друзей полицейских и говорят Дилану, что ищут его повсюду и через камеры. Дилан очень напуганно и винит себя, если что-то случится с Чинаром. Баран просит ее сохранять спокойствие и говорит, «Я верю, что мы найдем Чинара, ты тоже должен верить». Когда Баран говорит, что нам нужно сообщить Тарику, Дилан говорит, что они знают, они уже в пути. Беран обнимает Дилана и говорит, «Не волнуйся, мы найдем его, где ты, человечек». Когда Джейда продолжает действовать и говорит Гэжу Азади, что она не может позаботиться о маленьком ребенке, а ваша невестка потеряла и моего, и собственного сына, госпожа Азади говорит, «Я понимаю вашу боль, но как можно ты так говоришь?» В тот момент, когда позвонил человек, которого они наняли для похищения Чинара, он сделал вид, что ему все равно, отошел от них, вышел в сад и отругал их, когда узнал, что Чинар сбежал. Когда они возвращаются в гостиную, они находят лицо Джейды странным и спрашивают, остались ли там какие-нибудь плохие новости, на виду у Джейды, говоря, «Сынок, я закончил, я разорен». Хаджер Ханым и Азади Ханым следуют за ним. Пока Чинар пытается найти дорогу, к особняку, он находит дом с большим флагом, который показал ему Дилан, и пока он думает, куда идти, он подходит к мужчине и спрашивает, не заблудился ли он. Когда Чинар пугается и убегает, мужчина бежит за ним. Пока Акив Баран и Дилан продолжают обыскивать парк, прибывают Тарик Берфин и Кудрет Бей. Когда Тарик спрашивает, где мой сын, что вы сделали с моим сыном, Баран потерялся, мы его ищем, он говорит, не волнуйтесь. Тарик поворачивается к Дилану и просит объяснений, это была твоя ответственность, как ты мог ее потерять. Несмотря на то, что Баран предлагает ему успокоиться, Тарик теперь очень зол, и когда Дилан извиняется, Тарик подходит к нему и говорит, почему из-за тебя пропал ребенок. Когда Баран злится за то, что не превысил свои возможности, Тарик злится и спрашивает, что произойдет, если я это сделаю. Господин Кудрет кричит, ребята, давайте найдем Чинара, и тогда вы сможете продолжить бой, и останавливает его. Когда кажется, что Джейда становится хуже, госпожа Азади оказывает им моральную поддержку и просит успокоиться. Когда госпожа Хаджер говорит, легко сказать, мой внук ушел, зеница Мэвуак, госпожа Азади говорит, никто никуда не делся, они их найдут. Джейда говорит, мама, я немного задыхаюсь, может, нам ненадолго сходить куда-нибудь, и она встречается с Гэжой Хасар. Когда Джейда говорит, что мужчины похитили ребенка, госпожа Хаджер говорит, а нет. Дилан и Баран ищут его с улицы на улицу, выкрикивая, Чинар, Чинар. Пока Акиф и Берфин продолжают искать на другой улице, Тарик и господин Кудрет ищут Чинара на другой улице. Джейда пытается связаться с мужчинами, но они не отвечают на телефонные звонки. Когда госпожа Хаджер говорит, что Тарик уничтожит нас, когда узнает правду, Джейда говорит, что на этот раз мы действительно зашли слишком далеко. Госпожа Хаджер говорит, давайте не будем больше привлекать внимание, давайте войдем, и они заходят внутрь. Берфин и Акиф видят ребенка и бегут за ним, называя его Чинар, и когда он видит, что его нет рядом, Берфин очень расстраивается. Пока Акиф пытается утешить ее, говоря, что она неважно выглядит, успокойся, Берфин начинает плакать и дает Акифу салфетку, сказав, не волнуйся, мы ее найдем. Когда Дилан и Баран возвращаются в особняк, Джейда Чинар спрашивает, где вы нашли моего сына. Джейда обнимает Гэжу Хаджер и говорит, мама, они нашли моего сына. Когда Дилан извиняется перед Джейдой, Джейда подходит к ней и говорит, что это все из-за тебя, что ты не смог позаботиться о таком большом ребенке, как Горстка. Баран кричит, что этого достаточно, и говорит, что ты ничего не добьешься, делая это. Это и последний человек, который хотел бы, чтобы Чинару причинили вред, это Дилан, который забирает Дилана оттуда. Когда они уходят, Джейда говорит, мама, не лучше ли этому ребенку исчезнуть? Затем госпожа Хаджер говорит, мне все равно, я думаю о Тарике, что мы ему скажем, когда мы узнаем. Он находит кадры, на которых Акиф Чинар держит за руки мужчину и женщину и показывает их Барану и Дилану. После этих изображений Дилан говорит Гэжи Азади, слава богу, мы найдем Чинара. Когда госпожа Азади видит задумчивого Дилана, она поднимает себе настроение, говоря, не волнуйтесь, Чинар обязательно будет найден. Когда Тарик говорит, что выйдет подышать свежим воздухом и уйдет, Джейда и Хаджер приходят за ним и говорят, что Тарику не здоровится и давайте посмотрим на него. Тарик говорит, вы водили ребенка в парк, чем больше я пытался удержать его от них, тем больше вы подталкивали его к ним. Мисс Хаджер, Джейда не виновата, сынок, мы сделали это специально. Мы послали Дилана и Чинара вместе. Мы наняли мужа и жену. Они собирались задержать Чинара и вернуть его. Когда я говорю, но что кричит Тарик. Тарик говорит, я не могу тебе поверить, как ты можешь подвергать опасности жизнь моего сына, если с ним что-то случится, это все, что мы сделали, я тебе не верю, ты испортил мешок инжира. Госпожа Хаджер говорит, если вы не хотите, чтобы наш обман был раскрыт, зайдите внутрь и выведите эту семью отсюда, не разговаривая. Потому что Акиф нашел и привел похитителей Чинара. Когда приходит Тарик, они понимают, что он находится в странном состоянии. В этот момент раздается звонок в дверь, и Чинара вместе с похитителем приводит в особняк. Когда баран противостоит им и спрашивает, где ребенок и что вы делали, Тарик спокойно просит их рассказать барану. Мужчина говорит моей жене, что у нее паническая атака, мы нашли ребенка возле парка и вдруг он убежал от нас. Когда Бэрон спрашивает, почему ты не вернулся в парк, мужчина отвечает, мы были в панике и не знали, что делать, затем мы пошли в полицейский участок и сообщили об этом, мы думали, что это правильно. Что нужно сделать? Когда Дилан со слезами на глазах спрашивает, все ли это, Тарик отвечает, что они ничего не знают, нет смысла держать Дилана здесь и отпускает его домой. Дилан не может нигде вписаться и ему грустно, потому что Чинар находится в том же состоянии, что и сейчас. Дилан думает о моменте, когда Джейда заболела, а затем вспоминает слова Чинара, я рад, что ты не оставил меня, Дилан, и говорит, она была поручена мне, я потерял ее. Баран говорит, нет, ты не потерял его, это может случиться с кем угодно, теперь послушай немного, а потом мы пойдем искать его вместе. Чинар бродит по улицам, плача, и, наконец, находит место среди деревьев и садится там. Он плачет, меня никогда не найдут и все равно не позвонят, даже Дилан не звонит, говорит, это пустая трата времени. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok